Привет, мои хорошие, с вами Селена Сэй, и сегодня я поделюсь с вами своими покупочками. До этого уже было видео, где я вышла только из магазина, рассказывала вам о том, какая я счастливая, и сейчас все по порядку. Сейчас я расскажу вам о покупочках из фикс прайса. Итак, с чего бы начать, с чего бы начать, много всего. Посмотрела некоторые видео других блогеров, что они там покупали очень интересные вещи, мне очень все понравилось, что-то даже попробовала, один там гель не нашла, с запахом, зато нашла другие интересные штучки, я о них вам расскажу. А для начала я расскажу то, что я беру просто потому, что это нужно, полезно и, главное, дешево. Итак, первое, что я там взяла, ну это не первое, что я взяла, это первое, что в моей сумке вот здесь вот лежит сейчас, это носочки. Теплые, мне очень нравятся, какие они мягенькие, у меня таких уже много, но вот я решила еще взять одни. Такие носочки и вот такие. Мне очень нравятся они, потому что они мягенькие, я не люблю очень высокие, резинка у них не сильно давит, я не люблю высокие носки, ну эти вообще очень клевые, вот я взяла две пары. Серые, белые в основном и черные самые ходовые, но сегодня я решила взять серые. Дальше. Очень полезно для дома, кстати, открыла, тоже посмотрела один из видео и взяла себе на заметочку. У меня все время в шкафу не помещаются мои вещи. И я заметила, что действительно у меня вешалки очень большие. И мне порекомендовали, ну не мне порекомендовали, а всем порекомендовала там девочка одна, чтобы вешалки были узкие. И до этого как раз я взяла себе вешалки узкие, просто в фикс прайсе, потому что они были дешевые, там 4 штуки, по-моему, стоило 50 рублей, ну 47 рублей, да. И я взяла себе, и действительно, я смотрю вроде место. И потом я смотрю это видео, и она говорит, действительно, чтобы сохранить место, нужны узкие вешалки. Думаю, что я раньше не додумалась. Но более того, я взяла узкие вешалки в фикс прайсе, вот две штучечки, стоят 47 рублей. А самое что, они бархатные. Я сразу поняла, для чего эта фишка нужна, для того, чтобы не скользила одежда. То есть, какие-то кофточки вот такие, знаете, бывает же, соскальзывают все время, то одно плечо, то другое, а здесь фиксируется и не соскальзывает. Я вот до этого себе брала еще в конце октября и взяла еще себе две дополнительно. Так что сейчас у меня больше места, и действительно, одежда держится. Вот это я вам рекомендую. Есть черненькие, красненькие, там вообще очень крутая вещь. Прям находка. Дальше. Так, что-то я откладываю, чтобы в кадре много не было всего этого. Дальше. Поехали дальше. Нашла вот такую интересную масочку, косметическая маска для глаз. Она охлаждающая и согревающая. Вот такая масочка там внутри. Ее либо в холодильник кладешь на 15-20 минут, потом на глазки, это если у вас отек. И если какие-то, как я поняла, боли, да, здесь, просто я горячую никогда не испытывала, ну, не использовала маску, для снятия спазма глазных мышц наденьте маску, предварительно нагретую под струей горячей воды на 10-15 минут. Это вот от таких спазм. Я не знаю, что это может быть, спазм какие, что она должна быть горячая. Ну, в общем, интересненькая масочка на резиночке. Вот. Так что буду пробоваться. Ну, мне, наверное, холодная чаще будет нужна. Хотя у меня ничего особо не отекает, но мало ли, пригодится. Еще я взяла вот такие штучки интересные. Там очень много для декора, ну, знаете, одна снежинка там 47 рублей. Ну, смотри какая, от них много мусора и так далее. Вот я нашла интересные снежинки, они на липучке здесь. Здесь, я думаю, что... Их здесь очень много. О. Я думаю, что можно будет сделать декор такой в декабрю. А может быть и скоро. Вот. Они даже блестят немножечко. Как раз она в стену налепила. Красота! Так что есть вот такое там сейчас. Мне очень понравилось. Дальше. Я беру там чай. Чай, чай, чай. Два чая. И почему-то мне нравится именно лисмо-крепкий чай. Бергамот и лайм. Вот такой вот. 47 рублей две пачки. Я что-то их пью. И пью их самое интересное с чем? С. Там же беру у них с вареньем. Но у них не варенье, у них, ну, какой-то ягодой или фрукт перетертый с сахаром. И мне очень нравится. Я прикололась пить чай просто. У меня еще засахаренный лимон в морозилке лежит все время. И вот я делаю, значит, себе чай. Туда лимон и ложку варенья. Этот чай просто безумный. Я не знаю, я его обожаю. Я его пью по несколько раз в день. И вот уже какой раз я покупаю этот чай. Именно этот. Он мне очень нравится. И даже ничего не хочу другого пробовать. Хотя у меня также с фикс-пресса есть разные чаи там дома. Но это так. Когда совсем разнообразие захочется в жизни. Вот такая вот. Сегодня я взяла ежевику. Обычно я брала малину и клубнику. Очень люблю с малиной, да. Клубнику попробовала классную, а бруснику, по-моему, красную пробовала. И вот сейчас я решила взять ежевику. Тоже отличный чай получился. Так что у меня еще там малина стоит. 47 рублей. Если вы зайдете в магазин, то там везде вообще по 130 рублей. Это минимум, по-моему. Тем более такая баночка. Так что очень круто. Дальше. Блин, что я взяла. Я нашла. Блин, вообще. Короче, девчонки, у меня очень много карты. Я думаю, что у всех девчонок должно быть много карт всяких дисконтных, визитки и так далее. И я искала себе какую-нибудь такую визитницу, чтобы она была с двух сторон. Чтобы в ней действительно можно было вот прям хранить удобно, листать, да. То есть у меня сейчас визитница дурацкая какая-то. Она сделана как кошелек, там куча отделов. И то есть каждую карточку надо вытаскивать, чтобы посмотреть, что это за карточка. И когда я искала вот такие подобные вещи какие-то, да, то есть их было там мало, либо они сумасшедших денег стоили там 3000, ну да. А тут я нашла в фикс прайсе. Тут достаточно много может поместиться вот этих вот штук с двух сторон. Все видно, пролистнули. И когда их много поместится, они станут толстенькие такие, да, то здесь достаточно места. И плюс заклепочка, чтобы оно в сумке все вот так не переворачивалось. Я думаю, что это вообще отличная вещь. Я уже померила туда карточки, все нормально. Вот. Так что я скорее избавлюсь от своей дурацкой визитницы. И будто у меня теперь такая классная желтенькая-желтенький цвет выбрала как раз зима. Хочется ярких красок. Итак. Дальше. Дальше я взяла... Ну, я пью чай в пакетиках в основном. У меня заварных чаев нет. Но когда ты видишь такие милые штучки... Почему их не завариваю? Потому что все время заварка попадает в рот и нужны какие-то приспособления. А здесь такая интересная штука. Она крепится на... Давайте я вместе с вами подкрой. Она крепится на чашку. Розовенькая. Мне кажется, от розового цвета скоро мне начнет тошнить. Но пока и не тошнит. И меня привлекает все розовое. Я, конечно, убираю розовое. Сюда кладется заварочка. И на кружечку. Такого я еще не видела. Может, я отсталый человек. Но это реально прикольно. Прикольно. Я куплю чай специально. Зеленый. Дальше, 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 дальше. Также у девчоночки одно я увидела в блоге. Тоже она купила и рекомендовала. Сказала, что они реально прикольные. Вот эти вот штучки. Это ароматизатор для комнаты. Часто бывает, если я закрываю все двери и ухожу из дома, то я прихожу со свежего воздуха. Душно, душно. Прям в доме и пахнет какой-то спортостью, непонятно с чем. Вот это вот у нас запах океана. Действительно свежий запах. Что здесь надо сделать? Открыть. Сейчас вы будете все смотреть, как блондинка открывает. Не поняла. Там надо открыть. Я не сломала? Короче, какая-то... А, это можно крепить. Я открываю. Здесь у нас офигенско пахнущие шарики гелевые. Ой, какие они приятные. Вообще классно. Мне очень нравится. Закрываем. И вот оно будет пахнуть у нас так. Блин, они такие классные. Как у меня дома теперь будет пахнуть. А это можно их прилепить куда-нибудь. С двухсторонним скотчем штука. Поехали дальше. Дальше для любой девчонки, тем более для бьюти-белоггера, незаменимая вещь. Это емкость, в которой можно размешивать всякие маски. Это кисточка, которую наносить, лопатка, которую наносить. И мерные ложечки. И ложечки здесь прямо написано 2,5 и 5, 15 миллиграмм. Три штуки. А емкость 100 миллиграмм. И мне кажется, это очень удобно, потому что я забыдалась использовать какие-нибудь колпачки или еще что-нибудь. Это вообще отличная вещь. 47 рублей. Подарок. К Новому году. Потом я купила... Вот, кстати, у меня есть уже одна такая штучка. Вот она. Я ее использую для... Тоже в фикс-прайсе покупала. Использую для наушников. Ну, это вот может быть блогером или кому-то, да? Для наушников... Не для наушников. То есть... О, значит, можно использовать для наушников. Я для микрофона. То есть я куда-то выхожу, где-то снимаю. У меня микрофон с длинным проводом. И чтобы не таскать специальные какие-то там сумки для этого всего. У меня все в одной моей маленькой сумочке. И поэтому мне нужно что-то емкое. Ну, такое вместительное, маленькое, компактное. И я сюда складываю свой микрофон. Закрываю вот так вот. Ну, вот так он у меня. Вообще малое место занимает. Вообще удобная штука. Но можно сюда еще что-нибудь придумать. Короче, пригодится. Я взяла такую вторую штуку. Думаю, пригодится. Дальше, 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 дальше. Я взяла набор шариковых ручек за 47 рублей. И именно хотела взять их без колпачка. Я вам расскажу, какой блокнотик я купила. Или ладно, сейчас расскажу. Блокнот купила, но не в фикс-прайсе. В фикс-прайсе на самом деле было очень много блокнотов. И не знаю, что я не купила. А, то есть я знаю, что я не купила перед этим. Потому что уже купила такой классненький блокнотик для своих записей. Для всяких идей. Вот я уже записываю, что вам снимать там и так далее. Мне очень нравится, что он на резиночке. Вообще, я искала себе, чтобы можно было вставить здесь ручку. Но пока я не нашла таких блокнотиков с ручкой. Они громоздкие, может быть, да? Какие-то были, но они громоздкие или черные. А я люблю вот такое все, со стразиками. Видите, у меня здесь розовый. И я выхожу из этой ситуации как? Я вот ручку, она у меня с колпачком. Просто кладу вот так в середину. И закрываю. И ничего не падает, все держится. Всегда там, ну, в принципе, не сильно выпирает. Меня не напрягает. Мне вот, ну, как бы нравится. Я поэтому взяла себе ручки. Искала вообще какие-нибудь плоские. Но это самые маленькие такие ручки, которые были в фикс-прайсе. Я купила, ручки всегда теряются. Пусть валяются везде. Вообще в фикс-прайсе много очень блокнотов. Очень классных. Вот это я купила за 130 рублей в Ашане. Хотя могла купить себе, считайте, 2,5 блокнота. Вот, значит, ручки. Классная вещь. Дальше. Офигенский увлажняющий бальзам для рук. С персиковым молоком. Ну, он как молочко. С любовью для вашей кожи написано. Хэндкис. Что-то такое вот милое, да? Поцелуй для рук. У него отличный запах. Отличный. И я уже, честно говоря, я, конечно, не сразу пришла прям с магазина и сразу давай снимать. Нет, мне надо выпить чаю. Туда-сюда я уже какие-то вещи попробовала. И вот этот бальзам для рук я уже попробовала. Но попробовала его не для рук, а для всего тела. Так что он реально офигенский. Правда, он очень увлажняет. И, ну, я часто бывает, знаете, что вот для рук использую для тела, то, что может быть для лица, использую для рук. Ну, конечно, то, что для ног я не использую для лица, но просто я думаю, что оно как-то не повредит. А бывает действительно что-то такое клевое, что, ну, в общем, вот эта вещь очень круто пахнет. Очень приятное ощущение после нее. И классно увлажняет. Я рекомендую его. Если вы увидите это в Экспрессе, возьмите. Не пожалеете. Еще я взяла такую вот лампочку. Ни разу не пробовала такие, но видела. Бывает часто, когда я выключаю свет уже, и мне хочется там что-то приходится печатать или искать. Вот вот USB работает. Просто воткнуть, и она гнется вся. Ну, вы наверняка видели такие. Мне кажется, что уже к 7 рублей это реально подарок. Потому что если зайти в магазин ДНС и так далее, и так далее, там будет стоить это гораздо больше. Даже не 100 рублей. Еще что я взяла. Совсем недавно я, ну, до того, как зайти в Экспресс, не знала, что там это есть. Купила в Диваж. И тоже вам расскажу, что я купила. У меня целый пакет в Диваж для бровей. Кисточку. Там стоило 169 рублей. Как сейчас помню. Здесь 47 рублей. Причем там кисточка только одна состояла из... Вот. Здесь кисточки две. И я как раз хотела именно вот эту. Мне очень нравится, как от туши. У меня таких нету кисточек. А там 169 только одна вот такая стоила. Так что у меня такая есть. Ну, я взяла, думаю, может потеряется или еще что-то. Зато у меня теперь есть такая кисточка. Супер. Я счастлива. Что еще, что еще, что еще, что еще. Это вот что. Не знаю. Я заходила и уже на кассе, знаете, как вот эти вот горячие покупки или как они там называются. Я не помню. Когда идешь, уже в последний момент что-то взять. И я увидела вот это вот розовенькое. Фея цветочек. И вы знаете, как называется? Называется Мисс Вселенная. Это так знаково для меня. Еще я ее не нюхала. Там я нюхала уже. Но до того, как понюхать, я Мисс Вселенная. И вы знаете, есть такая у меня история. Когда я жила в Москве, у меня была подруга, с которой мы очень-очень давно дружим. И мы с ней познакомились в ресторане. Ну, в общей компании, в общих знакомых. Познакомились с ней в ресторане. Этот ресторан назывался Карпаччо. И мы друг другу в телефоне записали, ну, там, имя и Карпаччо. Ну, представляете, да, Карпаччо это тонко резанное, свежее, там, мясо какое-то. И когда я у нее записана, там, Карпаччо, и она у меня записана Карпаччо, мы когда это обнаружили, случайно, через год общения или два. И говорим, ну, что это такое, переименую меня. Я говорю, ну, как я тебе переименую? Я уже привыкла как-то, я даже, ну, не воспринимаю это так. И мы решили друг друга назвать Мисс Вселенная. Вот, и она у меня очень долго была записана Мисс Вселенная. Даже, по-моему, и сейчас она у меня записана Мисс Вселенная. Не буду проверять, но, по-моему, так оно и есть. Дорогая, если ты меня слышишь, ты у меня так и записана Мисс Вселенная. И вот очень знаково для меня Мисс Вселенная, потому что я себя тоже считаю Мисс Вселенной. И даже не то, что Мисс Вселенная, а вот, ну, как бы, вот, мы друг друга назвали, да. И даже у меня был когда-то сайт, я вела и тоже там делилась своими впечатлениями, там, еще что-то, не помню. Но он у меня так и был, Мисс Спейс, Мисс Вселенная. Так что это очень знаково. Вот и взяла, чтобы понюхать. Здесь 47 рублей. Запах такой. Ну, очень свеженький, такой, знаете, ну, детский, там, сбрызнуть что-то вот где-то в доме или самой там на каждый день. Не знаю, прикольная штука. Мне нравится. Плюс к моим духам. Меня это очень позабавило, порадовало. И последнее, что как раз я вам говорила, что девочка рекламировала, она сказала, я их очень люблю, они такие клевые, такие суперские. Это вот большая кружка кофе. Латте, глиссе, еще там были пломбир и шоколад. Я не стала брать, потому что я люблю кофе и я вот хочу попробовать глиссе. И потом, наверное, я в основном люблю латте, и я везде беру латте, и я сейчас его попробую прям при вас. Потому что она говорила, что она прям обожает и все время берет. Сейчас я прям при вас попробую. Что же это такое? Права ли она? Крутая штука. Ммм, мне нравится. Я уже, правда, его охладила чуть-чуть. Кофе. И его можно же пить горячим. Ну, я не сомневаюсь, что глиссе такой же вкусный. Я просто не буду открываться и кофе не часто пью. Иногда прям бывает, нужно кофе, хочется кофе, тогда я открою, чтобы не пропало. Ну, этот допью. Реальная вещь, рекомендую. Можно даже много взять, поставить. Пусть будут. Ну, а что? Ой, нет, не все. Смотрите, я взяла еще... Вы знаете, у меня много косметики и всякой, и профессиональной косметики, и такой бюджетной косметики, разные всякой палетки. У меня куча блесков. Но из всех этих блесков я скажу, что нету ярко-красной помады. Вы знаете, просто вот ярко-красная помада. То есть, может, чуть-чуть потемнее, чуть-чуть посветлее. Но вот я даже не вспомню. Есть одна, но она как блеск, да, идет. Ее много надо нанести, да, она будет тогда ярко-красная. Она там с блесками и так далее, а вот матовой и красной нет. И я увидела что-то там такие помады, вроде красный цвет. И я вот сейчас проверю тоже вместе с вами, буду я ли с красным цветом ходить-то на губах или нет. Color Rich Lipstick. Вау, девчонки, она реально красная. Она реально красная, но... Как-то красит она очень странно. Она... В общем, да, она реально красная. Красная, даже можно ее чем-то подтемнить. Она не красит сразу. Знаете, бывает, помаду мы красим, да, вот сразу. Она, видите, светлая. Ты ее красишь, раз, светлая. Два, темнее, три, темнее, четыре, пять. То есть ее нужно, короче, как следует намалевать, чтобы она была красной. Ну, 47 рублей, что хотели. Я, в принципе, довольна. Нормально. Ничего. Рука не отвалится. Раз, смотри. Ну, вот и все, наш пакетик Пул. Я буду наслаждаться покупочками, а вам в любое удобное для вас время желаю сходить в FixPrice и насладиться этими покупочками. Дешево и полезно. Надеюсь, видео мое, кстати, было вам полезным, и вы действительно нашли что-то интересное для себя, и попробуйте все это. С вами была Селена Сэй. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok